И мне вчера, вчера, по-моему, это было, написали вот типичную фразу, это то, что я говорила о том, что у женщин главный страх не найти того, кого надо. Женщина мне пишет в ответ на какой-то мой пост, я там что-то, я же везде постоянно что-то пощу, то есть я сама-сама заблудилась в своих этих инсинуациях. То есть я за вами наблюдаю, я хочу тоже познакомиться, но не знаю, получится ли. Мой ответ был, если наблюдать, то точно не получится. Ловите мысль. Для того, чтобы получилось, надо делать какие-то шаги в направлении к тому, чтобы получилось. Само по себе оно не будет. Возьмем ситуацию, любимую мою, с фотографиями. Вот я можно вам честно скажу? Вот я вот сейчас абсолютно честно скажу, именно потому, что я очень хочу, чтобы ситуация изменилась. Вот эти женщин, которые на сайте размещены, с теми фотографиями, которые есть, шансов просто никаких. Не потому что они страшные, нет, я этого не имею в виду. Просто фотографии такие, что шансов вот просто ноль и даже минус. Когда иногда женщина высылает и говорит, выбейте какие-нибудь, выбейте что получше, ты открываешь эти 7-8 фотографий и понимаешь, что выбирать не из чего. И тот факт, что она эти 7-8 фотографий прислала тебе для того, чтобы ты отбирала, или я, или менеджер моя. В основном менеджер. Я не занимаюсь анкетами, менеджер моя. То есть там выбирает не из чего. Но женщина, получается, из своей фототеки выбрала 7-8 фотографий, которые она считает, что они удачные. И мы должны из 7-8 неудачных фотографий выбрать менее неудачные. Ловите мою мысль? Напишите, да, если ловите. То есть вот опять же, по статистике, даже может быть больше, чем 30%. Вот с теми фотографиями шансов нет. Сколько я говорю про фотографии? Ну я язык стерла, вот серьезно. У меня рано на языке уже от того, что я постоянно про фотографии говорю. Вот, потому что не те позы, не то выражение лица. Многие женщины считают, что надо давить из себя такую серьезную профессоршу для того, чтобы привлечь внимание, интеллектом своим брать будем. Вот, про там непрокрашенные корни я уже даже говорить не буду, про неухоженность. Но получается, что люди, выходя как бы в свет, потому что выставить свою фотографию на сайте, или выставить свою фотографию на сайте знакомства, или на сайте агентства, это же получается, ну как выйти в свет. И получается, что выйдя в свет, по-колхозному одет. Вот, стихи получились спонтанно, поэтому прошу прощения за каявость. А какие они должны быть? Сейчас расскажу. Вот, то есть, если вы, крошки мои, не выдадите мне фотографии, которые будут работать, то мы с вами будем и через 10 лет встречаться, и через 20 лет встречаться, и через 30. Да? И через 40... Не, ну я 40, конечно, наверное, не проживу всё-таки, но так совсем уже такой доехалой старушкой. И вот на самом деле мы с вами говорили вот по поводу, как мужчина реагирует на вас, загорелись ли у него глаза или нет. Есть такой термин, можете загуглить в интернете, называется resting beach face. Получается, лицо отдыхающей ведьмы. Это обозначает, вот у меня это лицо, то есть получается, когда я перестаю следить за лицом, у меня вот оно несмотря на ботокс, и всё опадает. То есть я такая, ну недружелюбненькая. То есть моя улыбка, она из-за того, что я много часов в неделю провожу онлайн, общаясь с людьми, я понимаю, что надо улыбаться, поэтому у меня как бы, ну хоть чуть-чуть улыбочка подтягивается. У большинства людей этого нету. И на фотографиях это очень видно, вот это resting beach face, но очень видно. То есть если сейчас вот опять же, вот к теме фотографий, если сейчас меня там помыть, помыть, снести, оно всё будет намного грустнее. Но я же выхожу, выходя к вам, выходя к вам, я хочу, чтобы вам было хорошо, приятно и красиво на меня смотреть. Я хочу дорого выглядеть, даже при том, что у меня такая домашняя студия с тремя лампочками. Вот поэтому и вы фотографиями своими можете в домашних условиях сделать дорого.